Добрый день, Константин Ильич. Скажите, пожалуйста, о цели вашего визита сегодня. Основная цель – это, конечно, участие в конференции. У нас Российско-Армянский университет действительно является не просто флагманом научно-образовательного сотрудничества России и Армении, но и центром обсуждения, в какой-то степени выработки решений, связанных с дальнейшим развитием наших стран, и не только наших стран, но и объединений, в которые входят наши страны. Поэтому вот эта тема финансовая интеграция на пространстве ЕАЭС, она очень актуальна. Не случайно вице-премьеры наших стран Алексей Логан Шеверчук и Геррих Гербертович Григорян направили приветствие участникам конференции. Здесь очень сильный состав. Участвуют и ученые из Армении, и руководители, лидеры ведущих российских научных институтов, институт экономики, Российская академия наук, институт народно-хозяйственного прогнозирования. Коллеги из других стран ЕАЭС тоже принимают участие. Конференция, конечно, такая очень сильная и полезная. А кроме того, конечно, воспользовались поводом для того, чтобы провести переговоры в Министерстве образования, науки, культуры и спорта. Собственно, вслед за телефонными переговорами наших министров мы лично встретились с заместительным министром Артуром Мартиросяном. Мы зафиксировали максимальную близость наших позиций по вопросам развития, в целом по вопросам будущего Российско-Армянского университета по условиям его деятельности. И, конечно, мы обсудили результаты работы ректора университета. В год он работает ректором Эдуард Матвеевича Сандаян. И мы удовлетворены результатами этой работы, динамикой развития университета. Ну, собственно, то, что здесь вот эта конференция проходит, и параллельно с ней проходит еще одна конференция на историческую тему, где тоже участвуют ученые из России. Это не какое-то такое уникальное событие, это все время так. Все время здесь что-то происходит, что укрепляет связи между нашими странами. Академическая, студенческая мобильность развивается. Поэтому мы приняли решение продлить полномочия ректора еще на 4 года с июня 24 по июнь 28. Поэтому такой продуктивный визит. А вот определенная напряженность в армяно-российских отношениях, она каким-то образом сказывается на гуманитарной связи? Я бы сказал так. Вот год назад, когда двусторонние отношения находились в более хорошем состоянии, у нас университет был зоной некоторой турбулентности. Сейчас, когда двусторонние отношения переживают не самые простые времена, наш университет, слава богу, это такой оазис стабильного, динамичного развития, взаимопонимания. Мы очень этим дорожим. И, конечно, будем стараться этот университет развивать для того, чтобы почти 5000 обучающихся в нем чувствовали бы себя хорошо, были бы уверены в своем будущем. Основная задача любого университета, российско-армянского университета в частности, постоянно совершенствоваться для того, чтобы готовить кадры высших квалификаций, для того, чтобы выпускники университета были бы востребованы на рынке труда, делали бы успешную карьеру, в первую очередь в Армении, но и в России, и в других странах ЕАЭС, где бы они не захотели реализовать себя. Вот система образования в Армении и в России перешли на баломскую систему какое-то время назад. Эта система по-прежнему остается актуальной, оправдывает себя? Ну, вы знаете, что в России сейчас реализуется пилотный проект по указу президента. Мы в настоящее время не ставим перед собой задачу в среднесрочной, долгосрочной перспективе синхронизировать нашу образовательную систему с балансским процессом. Напомню, что формально Россия ни в кои балансские процессы не входила. На протяжении определенного времени делались попытки, в общем, небезуспешные, синхронизировать российскую образовательную систему и балансский процесс. Для этого были приняты и законодательные меры, и бакалавриат и магистратура стали почти на 20 лет частью образовательного ландшафта Российской Федерации. Сейчас мы видим, что меняются требования к образованию, меняются требования рынка труда. Уже попытки соответствовать балансской системе означают упростить наше образование, ограничить возможности наших студентов, выпускников университетов. Поэтому мы сейчас перед собой вот эту задачу не ставим. В рамках пилотного проекта, и уже понятно, что реализуется он успешно, и с 2025 года он будет распространен, в принципе, на российскую образовательную систему. Мы будем уходить вот от этого деления искусственного на бакалавриат и магистратуру. Будет, причем почти обязательную для всех магистратуру, будет базовый уровень высшего образования. Сроки получения высшего образования будут разниться в зависимости от специальностей от университета. Здесь у университетов остается, безусловно, свобода выбора, свобода принятия решений. И мы понимаем, что для некоторых специальностей, например, айтишники говорят, что им достаточно 4 года, потому что все равно так быстро развивается отрасль, что человек фактически доучивается на рабочем месте. А сложные действительно специальности, вроде ядерной физики, они, наверное, требуют и шестилетнего базового образования. Историки, мои коллеги, говорят про 5 лет, медиков уже учат 6, поэтому здесь дело не в сроках, а дело в том, чтобы, поступив в университет и выучившись там, человек должен быть готов пойти работать. Вот это должно быть полноценное образование. Не знаю, как в Армении, но в России до сих пор, хотя уже сменилось несколько выпусков, в России многие работодатели воспринимают бакалавриат как неоконченное высшее образование. И говорят, вот ты пойди и принеси диплом магистратуры. Ну зачем? Зачем? Магистратура должна быть для тех, кто реально заинтересован в получении углубленных знаний или для того, чтобы пойти в науку, или потому что по работе требуются действительно углубленные знания. Думаем, что часто магистратура будет востребована у людей, которые после получения базового образования пошли, поработали, поняли, что им нужны еще знания, вернулись в магистратуру. Это, назовем ее, углубленные уровни высшего образования. Поэтому наша система образования, она динамичная, она совершенствуется, двигаясь вслед за развитием экономики, развитием рынка труда. Что касается того, как эти подходы будут реализованы в наших совместных университетах, это отдельная история. Не будем здесь забегать вперед. Деятельность университетов регулируется межправительственными соглашениями. Поэтому самое главное, повторяю еще раз, самое главное, это интересы студентов, интересы преподавателей, интересы коллектива для того, чтобы университет работал и развивался дальше. Вы сказали, что параллельно проходит также конференция на историческую тему. В этом плане интересно сейчас, в преддверии 9 мая, как вы оцените, есть ли попытки фальсификации истории в Армении? Ну, не могу сказать, что сталкиваюсь с такими попытками, что особо пристально за ними наблюдаю. Думаю, что всегда такие попытки возникают в тех или иных странах. Допускаю, что и в Армении кто-то пытается выйти играть. Ответ этому всегда один. Это развитие профессиональной исторической науки, качественного исторического образования для того, чтобы попытки придумать то, чего на самом деле в прошлом не было, были бы безуспешны и просто людьми бы считывались, как попытки их обмануть. Здесь иначе с этим не справишься. Только повышение качества, доступности исторического образования, причем не только на исторических специальностях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok